добрый вечер добрый день и доброе утро уважаемые коллеги сегодня я немножко на другом качестве интернета немножко в другом месте поэтому если будут какие-то технические проблемы пожалуйста сообщайте мне сразу я постараюсь что-то в настройках изменить сегодня мы будем говорить про онлайн доски миро которые я очень очень нежно люблю и постоянно всем про них рассказываю я использую их для подготовки про активных упражнений курса я использую их для создания тренажеров которые люди проходят в синхронном формате и конечно такие онлайн доски я использую для проведения вебинаров у этого способа есть как преимущество так и недостатки перед привычными нами презентациями в powerpoint или презентациями сохраненными в pdf формате и сегодня я покажу три основных сценария использования сервиса миро для проведения вебинаров и вы сможете оценить и понять подходит ли вам какой-то из них будет ли вам удобно также как и мне пользоваться этим сервисом сначала прошу поставьте пожалуйста огонечки те кто уже умел и работал с сервисом миро кто когда-то создавал доски понимает как в этом сервисе перемещаться и вообще знает о каком именно сервисе пойдет сегодня речь сами авторы миро называют свой сервис совместной онлайн доской который объединяет команды в любое время и в любом месте и мало кто знает что этот сервис изначально появился в россии то есть его разработала команда русских ребят и в первую очередь они создавали свой сервис для маркетологов для дизайнеров для программистов разработчиков которые жили по всему миру но ему нужно было единое пространство где можно работать и многие инструменты мира появились исходя из их потребностей появились карточки как так трекерах появились стикеры как на вот белых досках которые висят во многих офисах появился видео чат и заметки каждой доске но потом пришла пандемия и в интернет массово пошли учителя конечно мы с вами не смогли обойти этот прекрасный сервис и разработчики обратили внимание что теперь много педагогов много преподавателей и стали добавлять и придумывать инструменты которые удобны именно для нашей с вами работы и это конечно прекрасно вы уже представляете что как и в любом практически любом сервисе у миро есть как платные так и бесплатные тарифы бесплатный тариф один платных есть небольшая линейка причем есть линейка для преподавателей и есть линейка для всех остальных на бесплатном сервисе есть ограничение то что вы можете редактировать три доски на аккаунте может храниться большее количество досок но только с тремя из вы можете работать в настоящий момент большую часть того что я буду показывать сегодня я буду показывать на примере именно бесплатного сервиса и только иногда для того чтобы показать вам более качественные более интересные иллюстрации только в этом случае я буду прибегать к сервису платному где количество досок не ограничено и плюс доступны некоторые функции и так бесплатный аккаунт миром три доски которые можно редактировать одна доска примерно выглядит таким образом если ее и я ее открою то увижу примерно в такую картину это будет пустое полотно где непонятно где начало и конец либо уже доска на которой расположен расположен какой-то контент огромное преимущество досок миром в том что они бесконечно вы можете и влево и вправо увеличивать их добавлять информацию столько сколько необходимо и то что вы видите это может быть маленькая маленькая часть самой доски если я увеличу масштаб вот прямо к этой доске приближусь то можно будет прочитать текст который написан вы видите что в оранжевом круге есть еще какой-то текст его сейчас не видно но можно увеличить масштаб еще больше и тогда его станет возможно прочитать то есть сила досок миром в том что они бесконечны и в том что у них а очень очень большая разница между минимальным и максимальным масштабом менее 1 процента и 400 процентов в одном из сценариев использования сервиса я покажу как этим свойством самым лучшим образом можно воспользоваться ну вот так вот может выглядеть вебинар это один из тех вебинаров которые проводила с использованием сервиса видите у меня здесь прямо вот такие вот небольшие как будто бы слайды изображены и по ним во время вебинара я могу переходить показывать какую-то информацию или выполнять какие-то интерактивные задания если сравнить миро с другими сервисами то можно будет сразу сказать в чем его преимущество во первых он очень хорошо держит технические нагрузки туда можно загрузить огромное количество файлов иллюстрации информации и запустить большое количество пользователей где-то в директ академии экспериментировали на одном из вебинаров и у нас больше ста человек одновременно просто были на этой доске но еще и на этой доске выполняли какие-то несложные упражнения и вроде бы на кого ничего не тормозило все работало в штатном порядке миро позволяет следить за пользователем если ваш вебинар не не вещательный если вы проводите какое-то интерактивное занятие вы можете понять где находится каждый человек который зашел на вашу доску можете следить за его действиями за те какой экран он видит и можете собирать всех пользователей вокруг себя для того чтобы позвать всех в одно какое-то конкретное место использование досок и их оплата изменились ли при санкциях российские карточки для оплаты не принимают то есть оплатить можно но можно можно будет только зарубежной карты если был платный аккаунт по истечении некоторого времени он откатывается становится бесплатным то есть только часть досок становится возможным возможно редактировать подскажите если доске будет очень много материала то как открыв доску найти нужный отличный вопрос и как раз немножко позже я на него отвечу и точно также у миро есть и минусы большая часть минусов сервиса связаны с высоким порогом вхождения несмотря на то что разработан миро русской командой англоязычный интерфейс англоязычное руководство англоязычные обновления новостях блоги и так далее не строчки русского интерфейса то есть только исключительно на английском языке к масштабу и вот этой бесконечной доски еще надо приноровиться потому что действительно если доска огромная если материалов много как конкретно найти тот который нужен в настоящий момент у миро есть некоторые инструменты но опять же их нужно найти изучить и привыкнуть ими пользоваться и также большое количество настроек прав и доступов может запутать пользователь который сервисом знакомиться первый раз как сделать так что все могли смотреть но не трогать как сделать так что можно было редактировать но при этом можно было быстро восстановить исходное состояние как сделать так чтобы вот я мог с доской работать совместно а почему если я заблокировал какой-то элемент, другой человек его не может разблокировать. Поэтому очень много настроек и нет вот возможности просто вот так вот быстрым маршем пройти по какой-то инструкции и сразу понять, как с этим сервисом работать. Очень много практики, очень много ваших собственных экспериментов, потому что сервис обновляется так быстро, что даже сами его авторы не успевают обновлять уроки по нему. Где можно работать с сервисом Миро, если вы проводите вебинары? В любой момент вы можете просто скопировать ссылку на нужную доску и бросить ее в чат в вашей вебинарной комнате, попросив пользователей зайти на нее. В таком случае они будут переключаться между двумя вкладками, между вкладкой вебинара и вкладкой какой-то конкретной доски. Можно интегрировать доску через Zoom или через Microsoft Teams. В этом случае прямо в том окне, где проводится вебинар в одной из этих систем, прямо там открывается доска, никуда дополнительно переключаться не нужно. Все могут либо смотреть, либо могут редактировать. То есть, опять же, большое количество настроек, и вы можете дать доступ для того, чтобы выполняли интерактивное упражнение, а можете дать доступ только на просмотр. Отдельно стоит вебинарная комната, где мы с вами находимся сейчас, вебинару. Она позволяет интегрировать и отображать внутри себя окно Миро, точно так же давать доступ. Но у вебинару есть вот такая неприятная особенность – она не записывает то, что происходит на доске. То есть, вот как вы включили доску, провели вебинар, начали выводить, конвертировать видеозапись, у вас на том месте, где была доска, у вас будет ее один и тот же экран. Не будет видно ни курсоров, ни изменений на доске, ни перемещений по доске. Поэтому, хоть я сначала очень обрадовалась и пыталась проводить более интерактивные вебинары, к сожалению, от этого пришлось отказаться для того, чтобы все могли потом по окончанию посмотреть видеозапись. Итак, есть интеграция в Zoom, в Microsoft Teams, в вебинару, и к остальным сервисам можно просто предлагать определенные ссылки. В принципе, интеграции обновляются, появляются новые аппы, новые приложения от самого Миро, и, возможно, если появится какая-то новая популярная у нас с вами система видеоконференций, то Миро довольно оперативно разработает к ней специализированный плагин. Ну, сейчас несколько сценариев. Я буду показывать основную информацию и алгоритмы, затем включать в свою доску Миро и показывать, как будет выглядеть подготовка вебинаров согласно тому или иному сценарию. Первый сценарий – мы будем создавать внутри Миро традиционную презентацию, которую по окончанию вебинара можно будет выгрузить в стандартный PDF-файл и разослать участника. Для этого нужно пройти пять основных шагов. Мы будем создавать фреймы, загружать на доску материал, выставлять правильный порядок, включать режим демонстрации и учиться конвертировать доску в обычный PDF-файл. Я сейчас расшарю экран. Пожалуйста, по традиции поставьте, пожалуйста, огоньки, если у вас загрузилась и появилась доска Миро. Благодарю. Итак, вот на этом рабочем пространстве я покажу, что и как мы делаем. Первый пункт нашего плана – это создание фреймов. Фрейм – это основная структурная единица доски. Без нее все вот это вот белое, точнее серое пространство огромно, непонятно, сложно найти какой-то элемент. Но если важные для вас кусочки информации будут храниться вот в таких вот контейнерах, фреймах, вы их не потеряете. Условно говоря, каждый фрейм – это стол, на который вы положили нужные вам материалы. Вы можете создать еще несколько столов. Для презентации лучше сразу выбирать стандартные 16 на 9 или 4 на 3 размеры. Можно изменять размер, если по какой-то причине именно этот вам не подходит. По умолчанию доска Миро размещает фреймы рядом друг с другом. Но если вам необходимо, вы можете положить их один в другой, уменьшить, изменить масштаб, настроить так, как вам нужно. Но лучше работать в логике Миро и фреймы друг в друга не вкладывать. Вы создаете вот такого плана фреймы и кладете на эти столы рабочие, нужные вам материалы. Все материалы, которые лежат на определенном столе… Вот так я еще могу изменить сразу по ходу действия размер конкретного фрейма, нажимая на соотношение сторон. Все материалы, которые вы положили в какой-то фрейм, они к нему привязываются. И теперь они будут лежать на доске Миро. И если вы будете фрейм перемещать, то ваш материал будет перемещаться вместе с ним. Итак, у меня есть стандартная презентация, есть готовые материалы. Предположим, я положу сюда несколько слайдов. Возможно, мне не хватит тех слайдов, каких-то картинок, и я захочу прямо внутри Миро что-то написать, что-то нарисовать, что-то дополнительное создать. Это легко можно сделать. То есть сейчас просто загружены обычные картинки в формате JPEG или картинки в формате PNG. Я выбираю инструмент «Текст» и могу написать заголовок. Можно выставить размер побольше, чтобы было хорошо видно. Поменять шрифты. Шрифты, к сожалению, не все кириллические, только какая-то часть кириллицы, поэтому сделать какой-то супер интересный дизайн не получится. То есть вот я могу загрузить, я могу написать, я могу что-то здесь нарисовать из стандартных фигур, составить. Я могу изменить фон. Вот этот серый, например, вариант меня не устраивает. И я сделаю несколько фреймов такого вот более яркого, более веселого цвета. Чтобы мы с вами видели, чем ли друг от друга отличается. Таким образом, я загружаю материалы. Это второй шаг. Первый шаг у нас был создать фреймы, столько, сколько вам нужно для презентации, и расположить их так, как вам удобно. Мне привычнее располагать их слева направо. Ничто не мешает расположить их сверху вниз, если так кажется логичнее, или вообще поставить вот в каком-то хаотичном порядке, так как вам это удобно. Теперь, после того, как мы наполнили фреймы, мы можем включить режим демонстрации. Это стандартный режим, доступный во всех версиях. Интерфейс Miro может выглядеть немножко по-другому, потому что какие-то панели свернуты, и панель приложений находится в правом верхнем углу. Вот она, вот такой значок. Либо у вас может выглядеть вот так, вот в уже развернутом состоянии. Третий значок – это как раз режим демонстрации презентации. Я его включаю, и у меня появляется вот такое вот превью. Здесь я могу листать слайды, но посмотрите, они у меня переключаются между собой в каком-то неправильном хаотичном порядке. Почему так происходит? Потому что я создавала фреймы так, как мне и удобнее, а не так, как я их буду показывать. Для того, чтобы это исправить, я должна переместить фреймы в правильном порядке. В левом нижнем углу открываю дополнительную панельку. Здесь находится список всех фреймов. Вот они все-все-все здесь перечислены. Сейчас я дали ставлю до наших. Вот они здесь находятся. И тут я могу их перетащить и поставить так, как я планирую их показывать. Это очень важно. Если вы включаете режим демонстрации и понимаете, что у вас что-то происходит в неправильном порядке, значит, скорее всего, вам нужно в этой панельке поменять. И теперь, как видите, все верно. Первый красный фрейм, бирюзовый и затем фрейм салатовый. В принципе, можно проводить вебинары и вот так вот. Я выстраиваю каждый фрейм в цепочку, и мне удобно между ними переключаться. При этом вот на крыле экрана видно, какой фрейм будет следующий, и я использую это как подсказку. Но можно нажать вот здесь вот кнопку запуска презентации, и тогда все откроется на полный экран, впишется, постарается вписаться оптимальным образом, и все мешающие панельки, все уйдут, вы будете просто перелистывать необходимые слайды. Причем, обратите внимание, здесь нет автоматического перелистывания, только вручную вы контролируете то, что происходит. Так. Вот я загрузила информацию, настроила режим демонстрации, убедилась, что все работает верно. И вот сейчас как раз я вернусь к вопросу Ольги. Если у вас много материала, то вы тоже можете прозложить его в фреймы и находить его, используя боковую панельку. Вот эта вот моя доска как раз для проведения вебинаров, она реально огромна. Вы видите, что те фреймы, которые я создала, это уже 57, 58, 59 номер. Информации очень много. Что-то у меня вот подписано, да, что-то не подписано. Например, вот здесь вот в 23 фрейм написано содержание. Это один из тех вебинаров, которые я проводила для Директ Академии по созданию педагогических коллекций контента. И вот здесь в списке он у меня есть, и я в любой момент могу вернуться. Могу вернуться обратно. Если фрейм подписан по номеру, искать тяжело, поэтому можно дважды кликнуть и переименовать его. Дать ему какое-то название, по которому вы сможете затем потом легче ориентироваться. Замечательно. И у нас остался пятый пункт. После того, как мы провели вебинар, после того, как все готово, осталось каким-то образом отдать нашу презентацию слушателям. Они ведь молодцы, они все посмотрели, и теперь мы можем отдать им файл. Для этого нужно нашу презентацию экспортировать. В левом верхнем углу вот эта основная управляющая панель, мы ищем вот такой значок со стрелкой «Экспортировать» и выбираем пункт «Сохранить как PDF». Сейчас у меня открыта доска платная, поэтому у меня активны обе опции «Маленький размер» и «Лучшее качество». В бесплатной версии доступна только верхняя строка с маленьким размером файла. При этом в сохранении не очень высокое качество и неактивны ссылки, если вы делаете презентацию с какими-то ссылками. Нажимаете кнопку «Экспорт» и у вас появляется PDF-файл, в котором каждый фрейм соответствует строго одной странице. Сейчас я загружу опять же и покажу, как это выглядит. В презентации, которую вы скачаете, вся инструкция по шагам расписана, всегда можно будет вспомнить и подсказать. И вот так будет выглядеть меню экспорта для бесплатной версии. И вот уже готовый файл. То есть каждый фрейм – это отдельная страничка PDF, поскольку у меня для этого примера все фреймы были одного размера, у меня все страницы одного размера. Сделайте страницы разных размеров, у вас получится PDF-файл вот такой вот лестенькой. Какие-то странички больше, какие-то странички меньше. Все то, что я сделала в Miro, то есть весь текст, который я написала, все фигуры, которые я нарисовала в Miro, даже в таком качестве отображаются отлично. Картинки, которые я загрузила на доску, могут размыться. Здесь нужно внимательно смотреть и на качество файла, и на тот размер фреймов, который вы выставляете. Очень быстрый, очень удобный вариант. Буквально в два клика, и вы получаете постраничный файл. А теперь главный вопрос. Почему я использую Miro, а не использую в этой ситуации PowerPoint? Потому что в PowerPoint каждая презентация – это отдельный файл. Если я провожу, предположим, 20 вебинаров в год на какую-то одну тему, собираю вот такой тематический трек, мне удобнее хранить их в одном месте. Если они находятся у меня в папке, мне нужно каждый файл открыть и посмотреть содержимое. Сохраняя вот этот материал на доске Miro и создавая презентации прямо в сервисе, я получаю коллекцию контента. У меня все презентации перед глазами, слайд за слайдом, я могу их пересмотреть. Если, так вот, есть YouTube-канал, куда выгружаются записи, я могу скопировать ссылку на соответствующий вебинар и тоже добавить его на доску Miro, чтобы вся-вся-вся информация была в одном месте. Это может быть ваша личная библиотека, это может быть библиотека контента, который вы поделитесь с вашими учениками, или даже какую доску Miro вы можете использовать как свое педагогическое портфолио. Если есть какие-то вопросы, пишите и задавайте их сразу в чате. А я покажу второй сценарий, и теперь наша презентация будет интерактивной. Все то же самое, но еще и возможность каким-то образом взаимодействовать с элементами. Пять шагов. Первый одинаковый, мы будем создавать фреймы и наполнять их материалом. Затем мы разметим то, что будет у нас интерактивным, и затем будет переключаться из режима демонстрации в режим взаимодействия с нашей доской. Я возвращаюсь на демонстрацию экрана. Что-то у меня уже здесь загружено. Так, я все-таки по-перфекционистски страдаю от того, что у меня фреймы разного размера. Давайте я потрачу немножко времени на то, чтобы сделать их хотя бы все 4 на 3. Кстати, вот многие функции выравнивания раньше были доступны только в платной версии. Например, вот эти вот линии, которые подсказывают, есть ли ваши объекты одного размера. После прошедшего какого-то небольшого времени эта функция стала доступна и в версии бесплатной, что, конечно, очень-очень удобно. Итак, у меня есть загруженная какая-то информация. Я хочу сделать здесь несколько интерактивных областей. Например, на красном фрейме я заготовлю несколько стикеров, абсолютно стандартные, одинаковые стикеры, которые я затем хочу использовать для того, чтобы подписать какие-то элементы на этом слайде. Дублирую несколько раз, чтобы у меня было их побольше. Вот как-то так. Если, кстати, у вас будет появляться такая же надписка, как появилась у меня, синхронизация, это нормально. У вас никакие материалы не пропадут, просто Миро нужна небольшая пауза. На красном фрейме я буду на стикерах писать эмоцию и показывать, какой человечек эту эмоцию испытывает. На бирюзовом слайде я буду обводить какие-то элементы, какие-то эффекты анимации, которые я считаю оптимальными для моего случая. А вот на зеленом фрейме я заготовлю таблицу, которую буду заполнять по ходу вебинара. Вот такая небольшая аккуратная табличка. У нее можно сразу настроить колонки, столбцы. Надеюсь, будет ее хорошо видно. Сейчас поменяю цвет на черный, а не на серый. Ну вот, сразу впишу сюда заголовки. И эту таблицу я прямо во время вебинара буду что-то вписывать или буду в этой таблице сортировать стикеры. Вот то, что мы написали здесь с эмоциями, я могу переместить сюда и прямо во время вебинара показать, как эта таблика заполняется. Удобнее показывать именно, когда у вас заготовлены стикеры, нежели в прямом эфире писать каждую строчку. Теперь, когда все готово, я точно так же включаю режим демонстрации. И когда я дохожу до нужного мне слайда, то есть я иду также в обычном режиме, но вот в этом моменте, именно в этот момент, я режим демонстрации выключаю, посмотрите, экран остается в точно той же области, и теперь я могу что-то сделать. Например, ввести какие-то эффекты. Сразу я показываю, что здесь нужно сделать. Рисованием или какой-то текст выделить. Очень-очень крупный размер слайдов, поэтому плохо видно. То есть какой-то текст выделить, что-то зачеркнуть, или даже я могу что-то здесь нарисовать. Есть инструмент рисования, который позволяет не просто вот калякать, а создавать вполне себе вот такие рабочие фигуры. Так, уважаемая фигура, куда ты у меня делась? Куда-то съелась доской Миро. Сейчас я сбоку ее нарисую. Вот здесь вот инструмент рисования, третий сверху иконку, это умное рисование, которое умеет сразу преобразовывать фигуру. Вы рисуете какое-то изображение, а оно считывает и превращает в что-то более аккуратное, нежели чем это я рисую. То есть вот такой вот удобный вариант, если нужно прямо во время презентации что-то нарисовать. Снова возвращаясь в режим презентации, опять прощелкала несколько слайдов, оказалась на очередном. Сейчас я хочу сделать упражнение с эмоциями, и я буду использовать стрелки. То есть у меня на стикерах написаны эмоции, и вот я беру стрелку и соединяю с каким-то изображением. Вот так, чтобы было лучше видно. Еще один стикер и еще одна стрелка. Рисую и показываю. То есть вариант, когда вы рисуете что-то на слайде, вариант, когда вы что-то на слайде соединяете стрелками, и еще один вариант, когда вы информацию сортируете и раскладываете. У таблиц есть удобное свойство автоформатирования. То есть если вы в ячейку пытаетесь поместить какой-то объект, то размер ячейки сразу увеличивается. Если мне, например, нужно два стикера поместить, значит у меня вот ячейка увеличится под два стикера и так далее. Таким образом вы заполняете информацию, и у вас идет вполне такое интересное интерактивное действие. Так, что можете вы, мои ученики, на вебинаре? Я могу включить какое-то интерактивное упражнение, но проблема будет в том, что на видеозаписи в Ютубе ваша деятельность отображаться не будет. Поэтому из уважения к организаторам Директ Академии я на вебинарах такие моменты страсть не включать, чтобы те, кто получил потом вебинар только в виде видеозаписи, чтобы они могли проследить всю работу. Так, хорошо. Давайте вот буквально на минутку я включу свою доску с лисичками, с интерактивными упражнениями. Но пять минут максимум, лучше остановимся на трех, и вы посмотрите, как это будет выглядеть на практике. Сейчас я добавлю файл. Чтобы не слишком много времени отнимать у тех, кто будет смотреть на видеозаписи. Так, доска с лисичками. Доска с лисичками. Открываю. Загружается. Какое-то время нужно на загрузку. Сейчас вы можете переместить курсор налево, и на вот этом вот рабочем поле вместо презентации вы увидите доску Миро. Ваш курс будет определенного цвета, и вы сможете по доске двигаться и выполнять некоторые упражнения. Я вами не руковожу, вы все делаете самостоятельно. То есть доску можете перемещать, можете искать какие-то элементы. Вот это то, что происходит прямо сейчас. Вы можете на доске двигаться. В свою очередь я могу посчитать необходимым, чтобы вы, например, выполнили вот это конкретное упражнение. Так, 44 человека на доске. И я могу вас всех позвать к себе, там, где я сейчас нахожусь. Что мы вот сейчас будем делать, пожалуйста, вот это упражнение, и, пожалуйста, приходите вот именно на это задание и выполняйте его. На платной версии можно закрывать фреймы, так, чтобы не было видно информации. На бесплатной версии можно просто блокировать какие-то объекты. Да, эта функция не поддерживается, в том числе в мобильном приложении. То есть я забыла, да, сказать сразу про вебинару. Этого нет в мобильном приложении, и это не сохраняется на видеозаписи. Так, еще немножко вам времени порадоваться, и потом я все отключу. Так, все, я выключаю доску для того, чтобы мы могли вернуться обратно к нашей презентации. Сейчас я ссылку на нее брошу в чат, и вы сможете уже потом к этой доске вернуться, и если вам интересно, уже потом с этой доской повзаимодействовать. Так, сейчас бросаю ссылку. Как организатору пригласить на фрейм? Хороший вопрос. Нужно кликнуть организатору на свою собственную аватарку и выбрать пункт «Breen every one to me». То есть принести всех ко мне. В платной версии можно позвать конкретного человека, выбрать его из списка. В бесплатной версии можно только массово позвать всех. Вот то, что делали сейчас, да, можно просто дать всем возможность редактировать, то, что происходит на доске, это вот тоже пример одного из таких вебинаров в Директ Академии. Можно открыть доступ только на комментирование, или только на просмотр. Ну, для интерактивности, конечно, лучше дать полный редакторский доступ или комментарий, написать свои заметки. Можно разработать и предложить какие-то интерактивные упражнения. Как я говорила, уже доска Мирова держит довольно большие нагрузки по участникам, с этим нет никаких проблем. Вот слева вы увидите большое количество курсоров, а справа это на вебинаре около ста человек выполняли упражнения, то есть они одновременно писали на стикер какую-то информацию и размещали ее в нужные ячейки. Может быть, с эстетической стороны это выглядит не совсем презентабельно. Я в конце, после вебинара, например, немножко подчищаю и только потом сохраняю, сохраняю то, что получилось. Зато в процессе это очень весело, это очень увлекательно и поддерживает внимание участникам, им всегда интересно смотреть за тем, что происходит. И опять же тот же самый вопрос, почему это лучше, чем та презентация, которую мы проводим обычно. Интерактивный момент – это всегда хорошо, всегда замечательно. И к тому же то, что получилось у участников, всегда можно в конце вебинара сохранить и разослать. Если была работа индивидуальная, то можно сохранить под фамилией участника, и каждый сможет скачать уже то, что он сделал на вебинаре. Если это была работа коллективная, как на предыдущем слайде, то можно просто сохранить КПДФ-ку и, например, в рассылку добавить или дать участникам ссылку на самостоятельное скачивание, чтобы они потом получили это результаты. Фактически мы пробовали варианты с конспектированием. Конспект индивидуальный плохо ложится на доску Миро, когда есть модератор и есть преподаватель. Хорошо, когда модератор ведет конспект, то есть в режиме реального времени на доске появляются новые элементы, такой конспект уже подходит, его можно выгрузить участникам. Можно продумать элементы самостоятельной работы, можно продумать элементы групповой работы и предложить участникам вот такой интерактивный элемент, интерактивную врезку на вебинаре. Опять же, слишком много времени на это тоже лучше не отводить, либо держать участников под контролем, переключая доску с режима редактирования на режим просмотра, либо каким-то другим образом следить за их деятельностью, чтобы внимание у них было концентрированное, расслабленное, концентрированное и расслабленное. И, наконец, третий сценарий, который я хочу показать, это проведение демонстрации в свободном режиме. До этого наша доска Миро разбивалась на отдельные фреймы, в фреймы мы загружали материалы, и потом уже включали режим демонстрации. В этом случае мы не делаем фреймов и просто на доску в открытую загружаем материалы, предварительно выбрав самый удобный для просмотра масштаб. Затем мы группы материалов между собой соединяем, и потом, вот так вот, как я сейчас делюсь экраном, точно так же делитесь экраном на вебинаре и уже самостоятельно перемещаетесь между какими-то отдельными элементами. В таком случае очень важно понимать, какой масштаб является правильным. Я сейчас вернусь на нашу с вами доску и покажу, как можно действовать в отношении масштаба. Смотрите, сейчас три фрейма, которые мы с вами приготовили, я смотрю в правом нижнем углу, посмотрите, 1%, то есть это только 1% крупности. Когда вы включаете доску Миро по умолчанию, то она по умолчанию включается на 100%. То есть вот таким вот образом, примерно вот такая вот крупность. Максимально, насколько можно увеличить, это 400%. Когда вы ставите крупность 1% или меньше, это для того, чтобы вы могли окинуть взглядом все материалы, какие есть. Для того, чтобы комфортно было работать, надо выбирать крупность от 50 до 100%, размещать материалы, и 400% – это максимальная читаемость текста, если вы предлагаете какую-то работу индивидуальную. Вот посмотрите, сейчас я увеличиваю сначала, перед началом увеличиваю масштаб до 100%, и только теперь я начинаю размещать материалы. Ну, что я хочу сделать? Я хочу, например, здесь разместить какой-то стикер или цепочку стикеров. Я хочу нарисовать определенную фигуру, то есть чтобы он тоже, вот у меня здесь было, в одном и том же месте находилось. Я могу пожелать разместить здесь какой-то определенный текст. Вот каждая такая порция – это один модуль, один чанк, один маленький кусочек информации. То есть то, что вы размещаете на 100% крупности, то, что при 100% влазит в один экран, это один кусочек, одна порция информации. Настройте масштаб, так как вам удобно, но вот это то, что человек может поглотить, то, что он может понять за один раз. Дальше вы перемещаетесь, и в другом месте готовите аналогичную порцию информации. Так, а теперь у меня будут розовые стикеры. Значит, у меня будет какая-то классификация каких-то элементов. И вот я снова таким же образом настраиваю, рисую детальки. У меня такое крупное, потому что я для другого масштаба настраивала размер, и именно поэтому все такое сейчас глобальное. И точно таким же образом я продолжаю. То есть в любом случае вы стараетесь держать масштаб так, чтобы он у вас находился в рамках между 100% и 50%. Когда вы приготовили несколько таких кусочков, вы уменьшаете масштаб и смотрите на материалы своего вебинара вот так вот немножко сверху, так, чтобы можно было их окинуть. Между этими кусочками вы должны настроить перемещение. Первый и самый простой вариант – это нарисовать путь. Вот так же, как вы видели на доске с лисичками, я рисую вот такую вот дорожку, и по ней я буду перемещаться. То есть когда я расшарю экран, я вот так вот приготовлю его, начну о чем-то рассказывать, и когда мне нужно будет перейти дальше, я вот прямо по вот этой вот дорожке, мышка – это удобнее, чем тачпадом, перемещусь к следующему этапу. Для меня этот путь – это визуальная подсказка, куда нужно двигаться, плюс на вот этих вот стрелках можно еще что-то дополнительно написать, написать какую-то дополнительную информацию, например, 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 то, что это будет вот какой-то второй модуль. И когда я буду двигаться по линии, ученики смогут этот текст прочитать. Второй вариант – это сделать ссылку телепорт. Вот здесь вот вы выбираете какой-то небольшой объект, рисуете, я это сделаю вот зелененьким стикером, небольшой объект, кликаю на него, чтобы он был выделен, в меню выбираю пункт «Link tool», и ищу на доске другой объект, к которому нужно переместиться. Выделяю его и нажимаю кнопку «Подтвердить». У меня появляется ссылка «Телепорт». Она выглядит как вот такая вот совершенно невзрачная синяя стрелка, и ссылки «Телепорты» очень удобно перемещают внутри доски «Miro». Я на нее кликаю и оказываюсь сразу на следующем элементе. Опять готовлю очередную ссылку «Телепорт». Выбираю следующий объект, и у меня снова появляется вот такая вот перелинковка. Выбрала один и переместилась на другой. Таким образом вы можете расположить информацию, которая находится довольно далеко на доске «Miro». Например, то, что вы готовили для определенного вебинара, и вы решили вставить туда какой-то пример из другого вебинара. Вам не нужно его копировать, дублировать и перемещать на доске «Miro». Вы можете поставить вот такую ссылку «Телепорт», и во время вебинара, во время демонстрации прямо вот так вот быстро, точечно переместиться в нужное место. Это тоже очень и очень, с моей точки зрения, удобный вариант. То есть либо вот такой визуальный путь, визуальная дорожка, либо вы настраиваете ссылки «Телепорты». Они, конечно, очень интересны. Да, нужно в том числе делать квесты, но тут нужно смотреть. И есть такой маленький нюанс, да, где всегда найдется любопытный человек, который пойдет по доске гулять отдельно от всех, отдельно смотреть, что где находится. Всегда рассчитывайте, что такой человек появится. Итак, я проговорила про масштаб, про пути, про ссылки «Телепорт». Да, вот здесь вот в презентации у вас показано, как именно делать такие ссылки «Телепорты». И любой путь это… Да, посмотрите, вот здесь вот в этом примере, я сделала просто скриншот, есть ссылка обратная. То есть в данном случае ссылка с вокзала ведет на поезд, ссылка на поезд ведет на вокзал. То есть вы пишете, например, текст обратно и настраиваете ссылку на нужное место. Да, я тоже очень люблю телепорты. Мне кажется, это одна из самых классных функций мира. Путь, который вы делаете, вот в моем случае, это просто дорожка. Но это может быть не просто дорожка, это может быть карта, по которой нужно путешествовать. Это может быть же из дорожной пути, и можно ехать на поезде из станции к станции. Если вы готовите вот такие вебинары, постарайтесь придумать хорошую визуальную метафору. По презентации Татьяна напишет сейчас. Визуальная метафора очень хорошо позволяет объединить те материалы, которые вы предлагаете слушателям вебинара. У нас один из самых вот таких вот популярных тренингов, то, что мы проводим в онлайне, это тренинг мультимедийный Бористо. Он у нас существует в официальном физическом виде, и мы сделали для него вот такую онлайн-версию. Посмотрите сейчас на масштаб. Это меньше одного процента. То есть огромная доска Миро. На нее загружен огромный ПНГ-рисунок. На рисунке изображена кофейня. Если увеличить масштаб, вот показано на бороде у мужчины, вот есть вот каталог со всеми ссылками-телепортами, куда нужно перемещаться. Вот здесь вот справа от женщины есть примеры раскадровок. Если увеличить масштаб, можно их найти. Там где-то над часами находится упражнение по составу тренинга из модулей. Где-то на чашке кофе или рядом с локтем Бористо где-то находится еще какой-то модуль. И мы перемещаемся, показываем сначала в начале тренинга большую картинку, говорим, что работа с мультимедийными форматами похожа на работу Бористо, а затем мы перемещаемся по этому пространству, кликая на ссылки-телепорты. Когда мы берем настолько большой масштаб и приближаем его, вот эта вот вся картинка с большим количеством деталей, она расплывается и становится вот таким вот симпатичным градиентным фоном. Что-то подобное вы видели сейчас, когда я изменяла масштаб. Сейчас я еще раз переключусь последней на доску Миро и еще раз покажу, как это будет выглядеть. Так, где-то у нас были наши фреймы, я которые сама уже получше потеряла. Вот. Сейчас он не очень большой, я его постараюсь увеличить. Еще можно увеличить картинку. Смотрите, как ее можно увеличить без особой потери качества. Лучше брать PNG-формат, а не JPEG. Вот. То есть вот здесь вот даже на 4% качество хорошее, я уменьшу до 1%, будет нормальное. А теперь я доску увеличу на 100%. Вот, например, у меня вот здесь вот на толстовке будет какой-то учебный модуль. Я увеличиваю, увеличиваю. То есть вот здесь вот где-то на переходном этапе, вот здесь вот видно размытие каких-то элементов. Но чем больше я увеличиваю доску, у меня остается вот такое однородное, аккуратное пространство, где я могу располагать материалы. Снова уменьшаю, возвращаясь к своей визуальной метафоре. И в другом месте, да, в другом месте я создала следующее интерактивное упражнение. Вновь увеличиваю масштаб и вновь получаю однотонное пространство, которое не мешает воспринимать информацию. Да, векторное изображение можно. Я пробовала этот вариант, но я не могу посоветовать, потому что я еще не поняла, как именно вот это векторное изображение влияет на, во-первых, влияет на нагрузку на доску, во-вторых, векторное изображение при вот таком вот увеличении, оно не расплывется, будет виден каждый элемент, что в одном случае хорошо, иногда это плохо. Когда есть большие анатонные области на рисунке, окей, можно использовать SVG, а если рисунок, как я показывала сейчас в Бористе, то есть на нем много мелких деталей, и тогда при увеличении будут видны вот эти полоски, какие-то светотени, и это будет уже несколько лишним, это будет уже отвлекать участников вашего вебинара. Так, хорошо. Почему мне нравится свободная структура? Да, вот так вот располагать по слайдам и по ним переключаться, это, конечно, здорово и интересно, но визуальные метафоры, мне кажется, они лучше запоминаются. Вы скажете, там, мультимедийная кофейная, мультимедийная Бориста, и я сразу вспомню этот тренинг. Я скажу, что это был тот тренинг, где мы ездили по железной дороге из города в город, и вы вспомните, что это был тренинг по управлению мультимедийной редакцией. И вот какие-то вот такие визуальные метафоры, это очень и очень здорово для ваших пользователей. И такие материалы, они существуют долгое время, их достаточно обновлять, актуализировать, и можно много групп провести по таким онлайн-доскам. И к тому же скопировать, для нас это тоже очень актуальный формат, можно скачать презентацию, удалить оттуда, там, копирать, немножко ее отредактировать в PowerPoint или в какой-то программе для работы с PDF-кой и выдать за свою. Или какой-то материал, проведенный в вебинаре, провести свой материал по чужой презентации. Есть некоторые тренеры, которые таким образом поступают в инфобизнесе, это вообще, например, очень частая проблема. Если ваш вебинар есть на доске МИРО, тиска есть только у вас, да, вы можете скачать мою презентацию в качестве подсказки, но основной был материал на доске МИРО. И подумать, что человек сядет, будет просматривать видеозапись и с нее тщательно копировать элементы моей доски МИРО, это, наверное, очень и очень сложно себе представить. Помните, в самом начале я говорила, что команда МИРО прислушивается преподавателям, которым очень и очень нравится доска, и создает для них некоторые инструменты. У МИРО есть совершенно прекрасная коллекция досок, коллекция шаблонов для досок, она называется МИРОВЕРС. Я сейчас тоже скопирую ссылку и скину ее вам в чат. В этой коллекции можно найти совершенно отличные, необычные примеры. Опять же, на английском языке учитывайте это сразу. И здесь есть раздел сразу досок, созданных для обучения. Вот некоторые из них я регулярно просматриваю этот раздел, регулярно смотрю, что новое появилось, и некоторые из этих досок я добавляю в свой аккаунт и использую из них некоторые элементы. Вот здесь, например, последнее, что появилось, это табличка с английскими временами, все очень здорово разложено, очень здорово расписано, добавлены какие-то упражнения. Вот если кто-то, например, репетитор по английскому языку, мне кажется, для него это просто гигантская помощь. И тоже рядом с этой доской уже другой автор выкладывает доску, конструктор для объяснения английских времен, где из маленьких каких-то элементов, из маленьких кусочков, можно сделать вот эти вот схемки в учебниках, когда нужно использовать паст-континус, когда нужно использовать паст-перфект. Это отличные варианты. Есть доски для проведения онлайн-соревнований, то есть лидерборды для подсчета. Есть доски для объяснения каких-то вещей. Есть доски с играми-ледоколами, когда нужно познакомить группу, которая с собой не знакома. Для детей таких примеров не очень много, а в основном, конечно, нацелены на обучение студентов, на обучение взрослых. Обязательно пройдитесь по этому разделу, поищите, и я уверена, что для своих собственных вебинаров вы найдете очень и очень классные идеи. Ну и в конце я традиционно приглашаю на свой следующий вебинар. Это в последнем учебном году. Мы назвали его «Педагогические компетенции в разрезе цифровизации», и я хочу провести его в неколько необычном формате. Я хочу сделать вебинар, дискуссию вебинар, на котором мы обсуждаем и предлагаем свои варианты. Какими навыками нужно владеть педагогу сейчас? Что относится к технической группе? Что нужно понимать в технике? Что нужно понимать в программах? Какие инструменты и методики нужно осваивать? Как вообще вот этот цифровой мир, онлайн-обучение, активно развивающееся после пандемии, как это повлияло на то, что нужно уметь нам, преподавателям? Почему мы превращаемся в человека оркестра? Как этого избежать и стоит ли вообще этого в дальнейшем бояться? Так, Марина спрашивает, сколько досок можно взять в бесплатном аккаунте? Три доски. Вы создаете три доски. Когда вы создаете четвертую, то первая автоматически архивируется. Если вы выбираете шаблон из коллекции, точно вы можете выбрать, когда открываете в мировой шаблон, там будет кнопка «Юз», и вы добавляете в свой аккаунт. Если у вас уже есть три бесплатные доски, то шаблон становится активным, а какая-то архивная доска из старых досок становится архивной, кодом только для просмотра. То есть можно скопировать с этого шаблона информацию, вставить в другую доску, удалить доску с шаблоном, и ваша старая доска из архива поднимется и снова будет доступна для редактирования. Очень многие выходят из ситуации с бесплатными аккаунтами, тем, что создают несколько аккаунтов и просто приглашают свои собственные аккаунты на эту доску, и тогда можно использовать большее количество досок и даже между ними переносить, копировать какие-то элементы. Это один из вариантов. Второй вариант. Посмотрите на трифтные планы «Education». Миро очень отзывчиво. Я не знаю, как сейчас в нынешней ситуации, но в прошлом они предоставляли бесплатные «Education» планы, которые, в принципе, обладали практически всеми функциями стандартной бизнес-версии и прекрасно подходили для того, чтобы работать как с группами, так и проводить какие-то индивидуальные занятия. Спасибо вам за то, что задавали вопросы, за то, что были сегодня со мной. А я прощаюсь и желаю вам хорошего рабочего дня. Спасибо. 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 Спасибо.